МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня на студии заместитель главы администрации Ленинского района Вареник Илларион Валерьевич. Здравствуйте! Добрый вечер! Илларион Валерьевич, самое начало года, и, мне кажется, что время подводить итоги. Расскажите, как сработал строительный комплекс Ленинского района в 2013 году, какие успехи и как мы выглядим на уровне всей области? Ну, может, меня обвинят в восставстве, да, но хотелось бы сказать, что наш Ленинский район, а именно строительный комплекс нашего Ленинского района, занимает одно из ведущих мест Московской области. Ведь в 2013 году мы запустили, ввели объектов примерно на 460 тысяч квадратных метров жилья. Это только жилье. А ведь кроме жилья мы же еще строим социальные объекты, потому что и по программе губернатора Воробьева Андрея Юрьевича, значит, у нас категорически нельзя вводить объекты жилья без объектов инфраструктуры, а это детские сады, школы, объекты поликлиники, торговые объекты. Поэтому мы в прошлом году, в 2013, я имею в виду, ввели три детских сада. Это в сельском поселении Булатниковского, значит, два детских сада, один на 130 мест, один на 95. Дальше мы ввели, значит, поселок Володарского детский сад на 140 мест и школу на 200, на 195 мест в Бутово. — Хороший пример — Бутово парк. Там еще не сдали полностью микрорайон, а уже построили социальные объекты, такие как детский сад, школу, и они уже заработали. — Конечно, обязательно. — И вот с этим возникает вопрос. Огромное количество жилья сейчас строится в Ленинском районе, в частности, например, в городе Видное. Какими темпами идет тогда строительство социальных объектов? — Ну, здесь мы стараемся, чтобы темпы строительства жилья не опережала, а шла нога в ногу со строительством, естественно, вот этих объектов, которые мы говорим, а это, опять же, детские сады, школы, поликлиники. Поэтому в этом году у нас предполагается запустить, по крайней мере, в первое полугодие, порядка 200-250 тысяч квадратных метров жилья, одновременно с ним запустить детский садик на 140 мест, это в шестом микрорайоне. Кроме того, в Бутово у нас еще будет запущен детский садик на 140 мест. И где-то в марте месяце у нас начинается строительство школы на 1100 мест, тоже в шестом микрорайоне. — Вот очень хороший вопрос про школу у меня. Андрей Юрьевич Воробьев, наш губернатор, заявил о том, что детям недопустимо учиться в две смены. Я с ним полностью согласна в этом вопросе, и у меня возникает тогда к вам вопрос, соответственно. Скажите, а что делать? Школы нерезиновые, поэтому детям приходится учиться в две смены. Новые школы мы запускаем в новых микрорайонах, где появляются новые жильцы. А что делать со старой частью? — Ну, знаете, это действительно проблема на сегодняшний день. И, конечно, все понимают, и мы, и жители, естественно, пишут нам, волнуются о том, что вот мы, как бы, разрешая строительство, не обращая внимания на то, что школы заполняются очень быстро и очень тяжело, детям приходится в две смены работы. Действительно, на сегодняшний день городское поселение, администрация городского поселения, нам не представлена никакая площадка, а площадка должна быть как минимум от 2 до 4 гектар, а 2 гектара, чтобы мы все правильно понимали, это школа на 500 мест. То есть, на одного человека должно быть минимум 40 квадратных метров из расчета. Нет на сегодня такой площадки, все уже занято под что-то, под жилье, под еще какие-то объекты. Мы, конечно, не можем нигде отыскать вот такого уголочка удобного. Но у нас есть, как бы, обязательства инвесторов, вот там, где они строят, 6-й микрорайон, это и Тарычева, Зеленые аллеи, это и Сити 21 век в районе 5-го микрорайона. Значит, они строят школы, рассчитанные и на свое застраиваемое место, да, на своих детей, которые там будут. И мы еще их обязываем, конечно, ну, это обременение, но все же это и наша просьба, они идут навстречу, они строят школы с запасом, чтобы наши жители, жители Ленинского района, конкретно жители городского поселения Винное, смогли ходить вот в эти школы. Вот такое обременение для 5-го микрорайона просто необходимое. Если 6-й микрорайон, когда построился, школа там появилась, то Бицинский проезд весь учится в 8-й и 7-й школе. И получается даже так, что жители ПЛК подвинули, они ходят в 4-ю школу, многие из них, которые рядом живут, а пока на Бицинском проезде школы нет. Сроки какие-то оговорены? Оговорены. Значит, действительно, здесь мы собираемся чуть ли не каждую неделю по строительству и детских садов, и школ. Эта проблема очень активно обсуждается. Значит, мы делаем все для того, чтобы ускорить строительство этих школ. Значит, на сегодня, скажем так, значит, школа на 1100 мест, которая будет строиться в 6-м микрорайоне компании «Мортон», она начинается в марте, заканчивается, наверное, конец 2014-го, начало 2015-го года. Значит, школа, которая также строит компания «Аматол», тоже 6-й микрорайон, на 1000 мест, она будет начата строительство где-то конец 2014-го года и до конца 2015-го, и школа «Сити-21-й век» на 550 мест. Она будет начата в 2015-м году, ну, где-то срок строительства школы год. То есть, соответственно, у нас в начале 2016-го года... Соответственно, вторая смена еще будет долгое время. Ну, ну, знаете, не то, что долгое время, она, конечно, еще будет. Сразу сходу решить все проблемы невозможно, так же, как и детские сады. Вот уже мы второй год ими занимаемся, действительно сократили, но еще вот недостаточно детских садов. До 2015-го года, как говорил губернатор, мы очередь ликвидируем? Дело ликвидируем, обязательно, да. То есть, у нас не будет мам, которые не могут устроить свое чадо в детский сад. Очень хорошо. После раздела района и передачи части его новой Москве существовала договоренность между субъектами федерации, между Москвой и, например, нашим Ленинским районом. О трансферах. Насколько мне известно, 3 миллиарда рублей должны были выделить Ленинскому району. Я знаю, что эти деньги поступят к нам. Мне было бы интересно узнать, на что они будут потрачены. Есть ли там какое-то планирование на строительство? Ну, сразу вас немножко поправлю. Не между городом Москвы и района, а между Москвой и Московской областью. Абсолютно, я бы с вами согласна. Да, соответственно, потом в наш район. Естественно, в первую очередь эти деньги не то, что запланированы, они уже есть. Просто каждый год нам поступает, пока что в бюджет Московской области, поступает по миллиарду рублей. То есть у нас на сегодняшний день есть в бюджете Московской области конкретные деньги, которые мы должны освоить вот по строительству объектов. На, ну как сказать правильно, ну на освоение вот этого трансферта. Значит, и все эти деньги идут только на социальные объекты. Это школы, детские сады. Могу даже конкретно сказать. Конечно, вот именно конкретно и интересно. Вот, смотрите, сегодня мы уже занимаемся освоением этих детских садов в плане проведения ремонта. Значит, в настоящее время у нас проходит ремонт следующих детских садов. Это Огонек, 4-й, 9-й, Солнышко, 42-й, Родничок. Это в городском поселении видно. И один детский сад в поселении Молокова. Это Василек. Василек уже закончен. И я думаю, что к весне будет закончен ремонт от предыдущих трех детских садов. Почему к весне? Потому что элементы благоустройства, это те работы, которые делают на свежем воздухе, сегодняшняя погода не позволяет. То есть будет теплее. Они их сделают. Дальше. Значит, денежные средства выдалены на строительство больницы в поселении Молоковском. На строительство больницы инфекционного отделения в городском поселении видно. Значит, на реконструкцию стадиона Металлург. Там появятся трибуны. Там появятся трибуны, там появятся новые площадки. И реконструкция самого поля. По сельскому поселению Развилковское у нас предусмотрены ремонты двух детских садов. Строительство новой детской школы искусств. В поселении Горки-Ленинский строительство школы на 80 мест. Прошу прощения, не школы, а детского сада. И в поселении Володарского у нас предусмотрена реконструкция детского садика. Строительство новой школы. Строительство нового детского садика. Строительство очистных сооружений. На все на это хватит трех миллиардов? Да. Вы знаете, главное их нам освоить. Денег хватает. У нас не хватает немножечко времени, чтобы быстро начать освоение. Потому что понятно, что мы сейчас пока разрабатываем проект на заскальские работы. Документации работы никак нельзя? Нельзя, конечно. После ее разработки и подтверждения мы тут же на конкурсе разыграем или на аукционе разыграем строительно-монтажные работы. И я думаю, что с середины 2014 года мы уже приступим к строительству всех объектов, которые я назвал. А давайте тогда с вами поговорим о дорожной ситуации. Вот инфраструктура дорожного района. Будет ли какая-то реконструкция основных магистралей? Ну вот, например, меня интересует Белокаменное шоссе. Не очень в хорошем состоянии сейчас. Ну, по Белокаменному шоссе действительно разбитые дороги. И мне самое главное об этом, кроме даже самих жителей городского поселения, говорит начальник ПТП Иванович Владимир Николаевич. Потому что, конечно, вся техника, проезжая по этим дорогам, разбивается. Значит, в этом году в программе развития дорожной сети предусмотрены деньги на ремонт, ну, на реконструкцию, можно сказать, вот этого участка. Это от Белокаменного шоссе, от храма Успения Богородицы до Каширки, до выезда на Каширку. Ну, можно уже и заложить рельсы. То есть, переезд. То есть, рельсы уже убрали, а переезд еще существует. Конечно, это одно из таких мест, которые все боятся. И прямо машины, если кто не знает, просто разбивается. Кроме этого, ну, это все опять же с наступлением тепла. Понятно, что сейчас, пока холодно, мы не можем приступить к ремонту. Илариан Валерьевич, сейчас перебью еще по поводу Белокаменного. Расширения не будет, вот где было ГАИ раньше, на том повороте, там сужение такое не очень удобное. Вы знаете, здесь надо будет посмотреть, потому что все-таки есть красные линии у этой дороги, за которые мы не можем. И они утверждены генпланом городского поселения Видное. И, мало того, вдоль дорог проходит очень много инженерных коммуникаций. Здесь может быть накладка, вот чтобы их не повредить, цена-качество. Мы будем стараться расширять, конечно же. Понятно, что это удобно. А там, ну, в зависимости от возможностей, на сколько нам дадут коммуникации расшириться. Я вас перебила, а вы хотели еще добавить по поводу реконструкции дорог. Даже не только по поводу реконструкции. У нас ведь в программе губернатора, утвержденной по развитию дорожной сети, значит, в Ленинском районе предусмотрено строительство дороги Солнцево-Бутово-Видное. Давно они говорят. Да. Мало того, значит, сейчас глав архитектурой Московской области, значит, уже выдано техническое задание на разработку проекта планировки и выбора трассы по этой автомобильной дороге. Значит, эта дорога, кроме того, что соединит Каширску, Каширское шоссе и Варшавское шоссе, она еще даст возможность, конечно, вот это вот, она будет как хорда, да? Она будет соединять Дон, Симферопольское шоссе и вот старую Варшавку и Каширку. Очень удобно для выезда наших жителей не будут толкаться только по Дону, допустим, да? Да и транзитники, может, уйдут от нас. Да и транзитники, мы тоже надеемся. Кроме этого, значит, параллельно с этой трассой проектируемой будет проектируется уже сегодня трасса легкого трамвая, которая соединит Москву, а это станция метро, по-моему, Адмирала Ушакова. Да, в Бутово, в Бутово. И в шестом районе городского поселения Видное. И будет один отрезок небольшой от этой трассы выходить на станцию Расторгуева. То есть жителям, особенно шестого микрорайона, это позволит быстро и без пробок добраться до станции. Очень хорошо, планы интересные. Планы громадьё, стоимость достаточно, конечно, тяжёлая. Но это же бременем не только на районе лежит. Нет, конечно, мы будем просить участников застройки нашего района, а именно всех застройщиков поучаствовать, потому что это им плюс. О газификации теперь поговорим. В какие населённые пункты газ ещё не пришёл? И есть ли перспективы у этих деревень и посёлка? Ну, значит, скажу вам так, что на сегодняшний день у нас не газифицирована деревня Боброво. Я, например, даже не знаю, где она находится. Ну, это Булатниковское поселение. Вот сейчас там застраивают площадку Морта. Практически около Москвы. Ну, вы знаете, мы все находимся около Москвы. Ну, Булатниковское ближе. Булатниковское ближе, да, конечно. Значит, на сегодняшний день, чтобы войти в программу газификации любого поселения, деревенского, сельского или ещё какого-то, необходимо, чтобы жителей проживающих там или семей, проживающих на данном участке, было не менее 100. А их там меньше? А их там меньше 93. Поэтому в программу мы, конечно, зайти не можем. Своих денег бюджетных у нас не хватает, в связи с тем, что, как вы знаете, у нас, или не знаете, у нас мы, как бы, поделились с теми районами, отдали в Московскую половину бюджета, потому что есть районы, которые находятся на дотации. А мы считаемся районом с нормальным бюджетом. Ну, и достаточно развивающимся районом. Поэтому на сегодня в бюджете тоже нет таких денег, чтобы газифицировать. Но компания «Мортон», которая там застраивается, взяла на себя обязательства газифицировать эту деревню. Чем они сейчас занимаются? Они разрабатывают проект. С её помощью мы уже газифицировали деревню Дрожжино. А там, по-моему, порядка 112 дворов. Очень актуальный вопрос. Сейчас средства массовой информации в рекламных объявлениях. Очень много можно увидеть продажи недорогих квартир. В том числе такие объявления встречаются, что купите недвижимость недорогую и в Ленинском районе. Скажите, пожалуйста, как распознать обманщиков, что сделать, чтобы потом не кусать локти? Ну, здесь я обращаюсь к жителям. В первую очередь, и к тем людям, которые хотят действительно купить квартиру, быть очень бдительными и очень внимательными. Никогда не западайте на низкую цену квартиры или квадратного метра объекта. Я объясню, почему. Значит, понятно, что все мы понимаем, сколько может стоить квартира в том или ином месте. Это можно спросить и у соседних риэлторов, или спросить даже у нас, у сектора строительного, который находится в администрации. Значит, в первую очередь вы должны затребовать разрешение на строительство. Без этого документа строить категорически запрещено. И вся стройка при отсутствии данного документа считается, как это называется, неразрешенной. Вот так вот правильно. Для этого даже был создан департамент неразрешенного строительства самовольного. И прямо проводились рейды, и мы выявляли вот этих застройщиков. Которые уже продали какую-то часть. Которые даже уже продали, да. Внесли их в реестр неразрешенного строительства. И теперь мы боремся с этими объектами. Или их сносим, или по возможности, где уже людям проданы квартиры. Понятно, что люди попали где-то по глупости, где-то по незнанию. Все-таки жалко людей. Стараемся привести в должное состояние как и документацию, так и техническое обеспечение данного жилья. Чтобы люди, которые уже потратились, по возможности жили. Чтобы нам не пришлось ломать этот дом, а жителей не выгонять на улицу. Все-таки удобно устроились те незаконные застройщики. Продали, и из-за них уже другие решают их проблемы. Очень удобно. Поэтому, конечно, с ними боремся. И поэтому вот здесь я бы хотел попросить всех людей, если у них есть вопросы, обращайтесь по телефону 8495-541-0144. Это отдел по строительству в администрации Ленинского муниципального района. Мы всегда рады помочь и всегда объясним в трудной ситуации, что нужно делать. Ветхое жилье. Скажите, пожалуйста, много ли домов в районе с таким статусом? И как долго ждать жителям изменения ситуации? Ну, если мы следим за новостями, то недавно встречался наш губернатор Андрей Юрьевич с президентом, на котором был поднят вопрос о ветхом жилье. И здесь, конечно, Владимир Владимирович сказал вот о чем. Он, вернее, посоветовал обратить внимание, что ветхое жилье, его не обязательно ломать и отселять из него людей. А надо попробовать его все-таки ремонтировать и восстанавливать. Потому что не все ветхое жилье является уже непригодным для проживания. Тогда мы быстрее приведем в порядок это жилье, и у нас люди будут меньше мучиться, проживая. Тут же вопрос со строительной улицы. Там есть ветхие дома. Вот ходят слухи, что эти дома будут не ломать, а реконструировать и, возможно, увеличивать этажность. Есть ли смысл и правда ли это, спрашивают телезрители? Ну, нет, это только слухи. Значит, не верьте слухам. Я знаю эту проблему, ко мне очень часто заходят жители этих домов. Значит, на сегодняшний день все-таки мы считаем, что эти дома ремонтировать, они уже очень непригодны для ремонта. Поэтому здесь их надо ломать и на этом месте строить какое-то новое пригодное жилье, и комфортное самое главное. Но для того, чтобы их сломать, нам нужна программа развития данной территории. Сейчас есть желающие застройщики, которые разрабатывают совместно с нами эту программу развития данного участка. Мы, естественно, это все вынесем на публичное слушание, на обсуждение с общественной палатой, на обсуждение с жителями. И решим, что же все-таки на месте сломанных домов можно построить так, чтобы и решить вопрос с теми людьми, которые там живут, выделить им квартиру. Может быть, еще добавить какое-то количество квартир для нуждающихся в Ленинском районе, а их очень много у нас. И в то же время, чтобы это не напрягало соседние дома, там, где живут люди, чтобы они не мучились от какой-то такой стройки, которая будет им омрачать их существование. — Мы сейчас говорим о ветхом жилье. Это вот такие дома, как в Суханово, стоят. А стоят вполне приличные пятиэтажки у нас. Ну, как мы их называем, хрущевки, да? И тоже речь идет о какой-то реконструкции по России. У нас в Ленинском районе будут ли каким-то образом видоизменять их или что-то делать? — Вы знаете, ну, все мы знаем, что вот такие вот типа пятиэтажки, которые стоят более 50 лет, нет смысла их видоизменять. Если есть возможность их снести и построить там нормальное, комфортабельное жилье. Поэтому то, что вы сказали как раз про Суханово, у нас на сегодня разработана программа развития застроенной территории именно Суханово. — Я сейчас просто на вскидку не вспомню, но если кто-то захочет, мне может написать, я об этом расскажу более подробно. Значит, переселение из ветхого фонда. Из этого работает там компания «Фриз», которая выиграла конкурс на разработку проекта по развитию застроенной территории. Сейчас они проходят МВК, это называется Межведомственная комиссия в Министерстве строительства. И дальше уже будут выходить на Градсовет Московской области для получения разрешения на производство работы. — Очень много вопросов от телезрителей. — Нам должны сделать обмен жилья, когда сдадут Бутово-парк. Когда его сдадут? Потапова Татьяна Павловна спрашивает. Многодетная семья, проживающая в Новодрожжино. — Есть какие-то тонкости? — Да, да, да. Вы знаете, Бутово-парк и Новодрожжино — это немножко в разных местах. Я как бы вот здесь не знаю, почему они должны обменять. Или она их оплатила, или ей просто кто-то пообещал. Вот у меня вот такой вопрос, я не очень понимаю. — Ясности нет здесь в вопросе. — Да, но я просто скажу о чем. Что в Бутово-парк работы уже заканчиваются по вводу вот этого всего жилья. Именно, я говорю еще раз, чтобы все понимали, именно про Бутово-парк. Там где-то примерно 320 тысяч квадратных метров жилья. Значит, они заканчивают работы, приводят все в нормальное состояние. Значит, чтобы в соответствии проекту было в соответствии с действительной стройки. Чтобы все коммуникации работали. А это главное, потому что не могут люди заезжать в дома, которые не обеспечены теплом, водой и, соответственно, водоотведением. Это канализация, если кто не знает. На сегодняшний день, значит, они все почти введены в эксплуатацию. Значит, получено разрешение на водоэксплуатацию на городсовете Московской области. Здесь проблем не должно быть. Я не знаю, какая договоренность между жительницей, которая спрашивает, да, и компанией Мортон. Потому что реализует эти квартиры, естественно, компанией Мортон. Следующий вопрос от Ольги Васильевны. Когда и в каком году начнется строительство начального блока для Вивновского художественного лицея? Значит, это я вам точно могу сказать. Значит, на сегодняшний день уже проведен конкурс на разработку проектно-изыскательских работ, значит, проектно-изыскательской документации. Значит, она, срок окончания этих работ у нас апрель месяц 2014 года. После этого, значит, мы после подтверждения уже экспертизы государственной, извините, областной, после подтверждения правильности проекта, значит, мы подаем на конкурс эти работы, разыгрываем конкурс, выявляем претендента, заключаем с ним контракт. Начало работ, я думаю, в моем предположении, где-нибудь июль-август месяц. Это начало работ. Соответственно, срок, это где-то вторая половина 2015 года. Вопрос по дорожной инфраструктуре из совхоза. Уже много лет в совхозе есть проблема с выездом в сторону Москвы. Приходится либо ехать сначала 4 километра в сторону области, стоять в пробке, либо нарушая, двигаясь задним ходом к заправке ТНК, что небезопасно. Как решить эту проблему? Ну, знаете, ее уже решает. Значит, это и Министерство транспорта Московской области, и Российской Федерации, Министерство транспорта. Значит, на сегодняшний день проходит проверку документация по реконструкции дороги А-105, это Москва-Домодедово. И, соответственно, сейчас разрабатывается документация по реконструкции Кашевского шоссе. Естественно, конечно, задом никто сдавать больше не разрешит. Но делается все удобно для того, чтобы люди, выезжающие из совхоза имени Ленина, я правильно понимаю, да? Естественно. Совхоз имени Ленина. Значит, могли быстро добраться до разворота, а разворот будет вот где-то примерно в том же месте, где он и сейчас вот находится. Но это будет широкая улица, и она... И не будет таких пробок. Не будет таких пробок, да. А вот почему-то не задают вопрос жителей поселения Развилковского, потому что в более худшем положении они, потому что у них та дорога, которая сейчас является въездом в поселение, она будет односторонней, только въездом. Поэтому на сегодняшний день разрабатывается схема дорожной инфраструктуры, где будет и въезд, и выезд. Он не будет, не то что не он не будет, а реконструкция дороги А-105 не будет запирать эти дороги, да. И с этим решением у нас не будет проблем ни с выездом, ни с заездом. Очень мало времени. Вопрос от телезрителя. Что планируется построить в Тимховском овраге? Ну, как-то некорректно. Все мы знаем, что после приезда губернатора и заявления его о том, что там будет только парк, и это подтвердил и глава Ленинского района Кошман Сергей Николаевич, планируется развитие второй очереди Тимховского оврага. Это вот от сегодняшнего парка, который сделан там в нижней части вверх, до сторону советского проезда. Только парк. Следующий вопрос. Почему отменен автобусный маршрут номер 27? Ну, неправильно заданный вопрос. Он не отменен. Просто в свое время не вовремя проиграли на конкурсе именно этот маршрут. Но это все-таки даже не вина администрации Ленинского района или ПТП, да. А это немножечко вина все-таки Минтранса, которому подчиняется ПТП. ПТП тут же на себя взяло обязательство и с 15 января оно стало возить жителей. К 1 февраля уже проигран конкурс и с 1 февраля автобус будет ходить по тому маршруту, который утвержден в Минтрансе Московской области. Эфир наш подходит к концу. И в завершении хотелось спросить сейчас. Губернатор области много говорит о создании пешеходных зон на территории поселений. Планируются ли такие зоны и у нас? Обязательно. У нас архитектурным отделом разработана уже программа по развитию пешеходных зон. Она прошла уже комиссию градостроительную в Ленинском районе. Значит, у нас планируются три зоны. Одна зона это строительный советский проезд, плюс зона кинотеатра «Искра», плюс пруд, плюс все-таки Тимоховский овраг. Она примерно занимает 9 гектаров. Значит, в ней, естественно, предусматриваются и места для развлечений, для отдыха, и строительство новых магазинов. И также реконструкция, все-таки реконструкция «Искры», потому что, конечно, она нужна. Это центр, где собираются и молодежь, и где все-таки показывают фильмы, и очень много для досуга и маленьких жителей нашего района, так и взрослого населения. Второй участок это у нас, значит, зона, парковая зона, улица Заводская. Там где-то 4 гектара предполагается пешеходная зона с участием вот той зеленой зоны, которая напротив налоговой. И третья зона это развитие пешеходной зоны, пешеходной такой, знаете, культурной для отдыха. Это в деревне Тарычева в районе строительства Зеленых Олей, в районе пруда. Там будет очень здорово, и там тоже порядка 4 гектара. Им бы еще и дорогу, чтобы они к нам в город не въезжали, кроме пешеходной зоны. Вы не поверите, но мы встречаемся ежемесячно с застройщиком, они разрабатывают эти дороги. Некоторые уже приступили даже к реконструкции. Но здесь вы понимаете, что они это дело совмещают все-таки со строительством домов, потому что на все это нужны средства. Я благодарю за то, что вы пришли в эфир. Время подошло к концу. Напоминаю, что на студии был заместитель главы администрации Ленинского района Вареник Илларион Валерьевич. Спасибо всем. Приходите к нам почаще. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok